Аминь. Нынешняя недельная глава называется «Шалах». В этом году нам повезло, мы ее дважды слушаем. И я бы хотел обратить внимание, ну для начала я вкратце расскажу содержание. Значит, первая часть этой недельной главы описывает нам историю разведчиков. Это послание разведчиков, осмотр страны, рекомендации разведчиков отказаться от завоевания, плач народа, том, Бог хочет уничтожить народ, просьба Маше о прощении, наказание сорокалетним странствиям и неудачная попытка воевать самим. И дальше идут некоторые постановления. Это мучное приношение и возлияние, приношение из теста, приношение общины за грех и долослужение, личное приношение за грех по ошибке, человек, который собирал хворост в шаббат и повеление о кистях, о цицит. Это в общем содержание. Я хотел бы обратить внимание на интересные моменты. Если прошлый шаббат вы послушали из этой главы интересную позицию, скажем так, ну того, как могут быть виноваты руководители, как может быть виноват народ. Но есть еще другая сторона этого вопроса. Какая? Если кто-нибудь из вас садится в поезд Одесса-Киев, вы думаете, что если вы сели в этот поезд, вы обязательно приедете в Киев. Правильно? Но вопрос, является ли это абсолютной истиной? Тут есть еще моменты. Поезд может съехать с рельс. Поезд могут завернуть не туда. Ну и плюс ко всему, еще один немаловажный фактор, если человек себя ведет неподобающим образом в этом поезде, то его могут просто высадить. Так вот, я хотел бы обратить внимание на личную ответственность каждого человека за ту трагедию, которая произошла с Израилем. Потому что были руководители, которые, скажем так, привнесли определенную закваску. Но извините, там весь Израиль плакал. Понимаете? Значит, и я посмотрел, вот когда я размышлял об этом, я посмотрел на это несколько с другой стороны. А вот если бы я находился тогда в той среде, как бы я отреагировал? Чьим словам я бы поверил? Если помните, там было представлено две точки зрения. Была представлена точка зрения десяти разведчиков и были еще два других разведчика. И тут есть очень интересный момент. В прошлый раз было сказано, что они были перечислены поименно. И таки да. И это очень интересный факт. Потому что эти два человека, которые последовали таки за Господом и провозглашали Его волю, это были люди с измененными именами. То есть, о чем я хочу сказать. Значит, 13 глава, 16 стих. Это имена мужей, которых послал Маше высмотреть землю. И нарек Маше хоше сына Нуна и ехошуа. Ну или все на дальнем. Значит, мы видим, что его называют Иисусом. То есть, тот самый Иисус Навин. Значит, это человек, которому Маше по повелению Господа изменил имя. По поводу Халева. Если вы, ну я уже говорил об этом, если вы удосужитесь исследовать историю Халева, он был представителем колена Иуды. Значит, если вы исследуете родословные и проследите Халева, то вы там не найдете человека с таким именем. Хотя он был князем из колена Иуды. Более того, если вы попытаетесь найти имя его отца, Ефуне или Ефуния, как все на дальнем переводе, то вы и такого человека не встретите. Но если вы исследуете все места, где упоминается Халев в контексте своей родословной, своих родственников, то вы увидите, что его изначальное имя было Келувай. А прозвище, по всей видимости, Келев, пес. Он получил от своих родных и близких, которые его прозвали таким образом, за то, что он именно как пес следовал за своим господином, то есть исполнял все в точности, как повелел ему Господь. Как об этом говорит Тора. Это два человека, которые в процессе своей жизни, своего взаимодействия с народом, в процессе своего служения удостоились получить измененные имена. И я хочу напомнить Откровение 2.17. «Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». То есть тот, кто имеет действительно близкие взаимоотношения с Господом, он обязательно удостоится получить новую природу, он удостоится быть рожденным свыше. И без этого на самом деле войти в землю невозможно. То есть можете себе представить, из всего того поколения, которое вышло из Египта, только два человека, то есть даже Моше и Аарон не удостоились, только два человека, о которых Тора свидетельствует, что в них был иной дух. Это дух самого Господа. И вот именно они получили новые имена, и именно они удостоились войти в то обетование, которое Бог приготовил для своего народа. Это вообще уникальный отрывок. Теперь по поводу личной ответственности каждого человека. В этой недельной главе мы читаем историю про человека, который вышел дровишек собрать в субботу. Его схватили, побили камнями. Ужасная история. Но если мы эту историю прочитаем в контексте недельного отрывка, то перед этим буквально идет постановление о личном приношении за грех по ошибке. То есть, если у человека вдруг случилось так, что у него нет дров, и он пошел их собирать, то это одно. Совсем другой вопрос, когда человек по дерзновению, как написано, хулит Господа, он нарушает заповеди Торы, и говорит, я буду нарушать, и мне ничего не будет. И про такого сказано, душа та истребится из среды народа моего. И дальше, как наглядная демонстрация этого принципа, этого закона, история с этим человеком. Откуда можно сделать следующий вывод? Ну вот представьте себе, вот тут вот все сидят, и все имеют какие-то общие представления о том, чего требует от нас Господь. И кто-то из нашей среды вдруг, игнорируя всех, никого не боясь, демонстративно, начинает делать то, что для всех считается святотатством. Я думаю, что по ошибке случайно такое произойти не могло. То есть, по всей видимости, этот человек делал все это регулярно и систематически. То есть, с дерзновением нарушал Тору, и то, что с ним произошло, произошло не случайно. Это было закономерностью, которую определил Господь, что тот, кто будет нарушать Тору с дерзновением и говорить, что в ней ничего не будет, душа та истребится из среды народа. Значит, а теперь я хотел бы еще обратить ваше внимание на такой отрывок из Нового Завета, связанный с тем же Шабатом. Это евреям, 4 глава, с 8 по 12 стих. «Ибо если бы Иисус, ну идет речь об Иисусе Навине, доставил бы им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божьего еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой он и, чтобы кто по тому же меру не впал в непокорность. «Ибо Слово Божье живое и действенное, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». То есть не дела, не поступки, а помышления, мотивы наши. И важный момент. Вот там, где сказано, посему для народа Божия еще остается субботство, я взял, посмотрел греческий подстрочник, эта фраза переведена следующим образом. «Тогда остается празднование субботы для Божьего народа». И об этом говорит Новый Завет. Значит, по стронгу, слово, которое там использовано, субботство, оно переводится как «покой, отдых, соблюдение субботы». Значит, если мы немножечко, учитывая вот эти вот лингвистические нюансы, прочитаем этот отрывок по-другому, получится примерно следующее. Посему для народа Божия еще остается празднование субботы. Потому что тот, кто вошел в покой, тот уже и успокоился, как и Бог успокоился. Поэтому постараемся войти в его покой. То есть Писание Нового Завета нам четко предписывает празднование субботы, поскольку это еще является актуальным. А теперь давайте подумаем о личной ответственности каждого человека. Если, скажем так, народ, вот именно на уровне народа, представленный лидерами, в количестве десяти человек, отказался принять то благословение, которое Бог приготовил, и в результате все погибли, то вот этот вот народ, он состоит каждый из отдельного человека. И вот каждый из нас либо принимает, либо отвергает. Празднование субботы, это также является определенным благословением. Понимаете, когда Ишуа говорил, что сын человеческий есть господин субботы, опять же, внимательное прочтение этого отрывка указывает, что речь там идет не столько об Ишуа, как о господине субботы, а речь идет, есть такое понятие, Бен Адам, сын Адама. Каждый из нас является сыном Адама или дочерью Евы, да, вот как в хрониках Нарни очень часто этот термин используется. Так вот, все мы сыны Адама, и вот сын человеческий, или Бен Адам, есть господин субботы, потому что суббота сотворена ради человека, а не человек ради субботы, значит, указывает на то, что Бог сделал нас хозяевами этого благословения, и мы либо его принимаем, либо мы его отвергаем. Тот человек, который пошел дрова собирать, он точно так же был хозяином того шаббата, который ему был подарен, но он решил просто проигнорировать, причем демонстративно, причем дерзновенно, за что он и поплатился жизнью. Поэтому вопрос субботы – это, скажем, лишь один небольшой момент. Каждый из нас должен знать то, что Бог приготовил для нас, и каждый должен стремиться войти в то, что Бог приготовил. Потому что, я вам скажу, такой момент, вот реально бывают такие вот искушения поработать в субботу. И я вам скажу, бывают и не слабые искушения. Приходит человек, говорит, я тебе хорошо заплачу, и ты знаешь, что реально это для тебя сейчас решает много вопросов, много проблем. Но при всем при этом, знаете, вот какая мысль, такая фоном может мелькать, как бы, ну, через неделю же будет опять суббота. Если я сегодня немножечко отодвину и выйду в следующий раз, все будет нормально. Есть еще другой момент. Ну, наверняка многие из вас слышали такую фразу, я ее слышал много раз, у нас суббота каждый день. Так вот, на самом деле, суббота раз в семь дней. Понимаете? И если мы не входим в тот покой, который сходит на землю именно в это время, именно в этом месте, если мы говорим, что, ну, пускай это подождет, оно еще придет, я вам скажу, что может не прийти. И поэтому Писание говорит, я еще раз процитирую, и так постараемся войти в покой Оны или в шаббат, то есть, если бы эта фраза была бы на иврите, то тут было бы сказано, и так постараемся войти в этот шаббат, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Я думаю, тут идет ссылочка именно на этого человека, который собирал дрова. В принципе, на сегодня все. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok